всем привет уважаемые зрители и здорово подписчики с вами константин и сегодня у нас очередной обзорчик по космическим кораблям star citizen звездный гражданин на повестке дня ребята у нас миск фрилансер кораблик мультифункциональный для вид новичка вообще хорошая штука но попутно будем сравнивать его с катлас black потому что очень много у ребят возникает вопросов в комментариях о том что лучше катлас black или фрилансер они примерно находятся в одном ценовом диапазоне катлас миллион триста с копейками фрилансер миллион 600 с копейками как бы туда-сюда 3 смин 300 тысяч этих но как бы есть своя разница и сегодня мы будем через плюсики и минусики это все дело выяснять также в тактико-технических характеристиках в цифрах я сравню в этом видео многие положения и моменты катласа и фрилансера вот как бы зависит от человека кому что нужно и мы сегодня это будем выяснять хватит болтать погнали поворачиваемся к фрилансеру и сразу видим первое отличие от катласа первый плюс плюс у нас двери есть для входа в корабль дополнительные заходим прямо возле мостика капитана и продвигаемся к управлению корабля помимо рампы которые есть у катласа у фрилансера есть еще дополнительный вход слева до возле кабины вот рампа нажимаем открываем рампу опускается рампа также медленно как и в катласе как бы у валькирий к примеру очень быстро рампа отрабатывает но валькирий стоит подороже вот смотря внутрь и мы видим большое грузовое помещение для размещения техники и грузов как и что каким автомобиле какая техника наземная здесь может размещаться и для чего в этом гайде мы с вами обзоре посмотрим да и также посмотрим закупы товаров как это все размещается про рефакторинг грузов поговорим и посмотрим то новая фича добавленная с 318 да сегодня мы это с вами посмотрим сразу я могу посмотреть наверх и увидеть турель тут у нас турель как и у катласа есть возможность посадить своего друга в турель где две пушки второго размера здесь баргеры как бы это так же как и у катласа будем считать дань не преимущество турель сейчас включена если нужно включить f зажимаем его здесь вот кнопочка power of power он левая кнопка мыши позволяет нам вести огонь мышкой мы вращаем видите у нас вектор на прицеле если вам это не нравится неудобно за мышкой вестись нажимаем q один раз и конкретное управление мышкой конкретно вводит турель так как вы управляете мышкой не тащит за мышкой а именно управляет это на ваше усмотрение нажимаем кнопку x и включаем гиро мод вот надпись появилась гиро мод когда пилот ведет свой огонь из своих четырех пушек третьего размера у фрилансера об этом попозже боевые системы тоже будем рассматривать и в бою потестим вот у вас будет возможность как у турельщика вести огонь более независимо от пилота то есть у вас будет соединение вашей турели с корпусом корабля неподвижным конкретно как вы будете управлять так оно и будет вести если выключить гиро мод ваша турель будет тянуться за движением корабля как это объяснить лучше я не знаю вам нужно просто это попробовать в бою посмотрели мы обзор в принципе более менее неплохой турель расположена у нас ребята в задней верхней части вот так это выглядит то есть нижняя часть фрилансера самое слабое место для подхода потому что турель и которыми может врач работать пилот они смотрят только вперед сверху есть турель если с человеком снизу у нас нихрена нету ну как бы фрилансер это не боец и обозревать его с точки зрения боевого корабля нет смысла но тем не менее я это сделаю чтобы сравнить с катласом выходим за турели удерживая кнопку y и идем дальше обозревать фрилансер проходим дальше следующее помещение здесь ребята у нас сверху шлюз он открывается и закрывается и также есть грузовое место то есть ящики будут на закупах у нас здесь складироваться и здесь это в будущем посмотрим в этом же обзоре что можно сказать по шлюзу на данный момент шлюзовая система позволяет забрасывать в него трупы других игроков или же неписей чтобы их потом прилететь и прямо на станции полутать и продать чтобы на месте не разбирать их да можно ящики всякие закидывать в эти шлюзы очень удобная херня используя конечно же мультитул с трактор бим насадкой вот этот вода то есть шлюз это хорошо и плюс еще в будущем в игре шлюзовая система будет создана работать как стыковка между кораблями или еще к чему-то на данный момент стыковка уже есть у кораблика п-52 мерлин и п-72 мерлин для constellation aquila по-моему и constellation andromeda на constellation andromeda вот смотрите вверху справа есть подсказка на это видео тоже обзор по constellation andromeda отличный корабль рекомендую посмотреть там же вы научитесь отстыковываться и пристыковываться маленькими кораблями к этой махине вот как бы и сейчас уже хаммерхеды 890 джампы большие корабли стыкуется к станциям с помощью с помощью больших шлюзовых таких коридоров для того что можно было попасть на корабль и покинуть корабль как бы не везде есть огромные ангары система шлюзования будет очень важной составляющей в игре система стыковки да и у катласа этого нет у катласова есть только рампа то есть плюсик фрилансеру идем дальше заходим дальше сюда слева у нас ребята двери открываем а здесь у нас какой-то автомат жидкостями то есть у нас и будет возможность попить прямо на корабле как минимум попить а может и поесть как бы в игре уже все это механики выживания делаются давно и в некоторых кораблях как редимер допустим уже сейчас есть холодильник в котором спавнится еда вода вы заспавнили корабль заходите на него открываете двери у вас там и водичкой попить и покушать не надо заморачиваться с этим куда-то бегать закупать то есть у фрилансера тоже будет такая механика просто еще не во всех кораблях допили на сам аппарат уже есть у катласа этого нет ну у катласа есть кое-что другое сейчас опишу вот здесь у нас справа поворачиваемся тоже ребята двери открываются закрываются это санузел умывальник есть и есть у нас душ видите там он слив и здесь есть аптека то есть в будущем когда вся эта механика будет работать в не состоянии игрока покушал попить помыться это все будет влиять на ваше состояние игровое вот просто так тут это не делается и как бы у катласа нет сан узла а теперь про то что у катласа есть у катласа есть стойки для оружия можно размещать оружие на этих стойках и в случае абордажа или каких-то быстрых выходов брать это оружие как запасное и выходить как бы сейчас есть инвентаре у всех кораблей и все это можно как бы складывать в инвентаре проблем с этим каких-то особых нету но я так понимаю в будущем возможно эта механика уже не будет так работать и такие места как шкафы для скафандр скафандров и брони которые есть корабликах или же места для установки вооружений ручных до поставки будут играть свою роль поэтому катласа это есть у фрилансера нет ну я не знаю стоит ли это за какой-то минус или плюс считать дальше 4 кровати у катласа две кровати у фрилансера 4 кровати на 4 игрока если лично эту кровать кровать и нажать логаут мы в этом месте на планете на спутнике деймор выйдем из игры и следующий раз когда мы будем выходить в игру мы покажемся именно на этой кровати именно в этом корабле именно в этом месте то есть постоянство отработает это удобно как бы у катласа две кровати для двух человек у фрилансера 4 кровати для четырех человек заходим дальше на мостик капитана здесь у нас четыре кресла у катласа два кресла для помощи управления пилоту там сзади человек один у фрилансера тут важно три человека будут дополнительных там распределять системы вот я сажусь допустим за пилота сел за пилота включили системы сразу на кнопку l нажму уже темно до посмотрим как у нас отрабатывают фонари фрилансера очень хорошие фонари тут как бы никаких минусов нету можно ставить включенными и вот и смотрим на энергетический треугольник конечно пилот сам это все сейчас может за этим следить но бывают ситуации потненькие когда ты даже не успеваешь зажать какую-то кнопку чтобы что-то изменить вот ребята сидящие слева и сзади могли бы вам в этом помогать во время боя если мы зажимаем кнопку f5 у нас вся энергия переходит на энергетические вооружения если у нас стоит баллистика от этого толку нет только на энергетические это используйте если мы зажимаем f6 у нас вся энергия перешла на двигателя если нам нужен boost и быстрая перезарядка двигателей нам нужно нажать f6 удержать если мне нужны щиты чтобы быстрее восстанавливали щиты после просадки естественно на f7 ну и баланс f8 если ситуация не потная и вообще можно ни на что не обращать внимание можно так и оставлять на f8 баланс ну вот как бы так нажимаем y а кстати сразу по обзору я считаю там минус у фрилансера обзорность корабля обзорности с кабиной видите сверху вот это вот крышка корабельная она мешает обозревать то что выше узенькая такая полоска но опять же я не боец это корабль не для этих нужд поэтому как бы я не парюсь также из минусов у катласа перед вами есть много мониторов и плюс еще два слева и сверху в обзоре можете посмотреть вот кстати выскочила подсказка на катлас black если в начале видео не сказал не помню выски выскочила подсказка можете посмотреть обзор пока то сбоку вот здесь у нас видно слева и справа один монитор внизу вот здесь вот слева и справа ну толку от них вы не будете во время боя зажимать кнопку за это смотреть на эти экраны опускать голову вы будете обращать внимание только на вот эти экраны их только два а мне нужна допустим информация как минимум треугольник плюс свой статус состояние моего корабля и состояние врага во время боя как минимум то есть мне как минимум одного экрана уже не хватает а то и и 2 если я хочу еще видеть состояние своего вооружения вот такие качели для фрилансера это минус по отношению к атласу нажимаем y выходим из-за штурвала вот ну в принципе по внутренним системам корабля я все сказал могу добавить только о том что есть у нас места для размещения квантум драйвов нереально физически размещены во всех кораблях стра citizen которые доведены до золотого баланса до золотого стандарта правильный и в таких вот отсеках у нас будут радары размещены quantum drive и квантовые двигателя вот щиты здесь видите написано то здесь будут находиться кулера для охлаждения систем и во время каких-то боев они будут выходить из строя инженер будет это все ремонтировать уже сейчас с выходом 318 есть первое как бы первые початки абордажа то есть появилась мягкая смерть при уничтожении какого-то корабля другого игрока вы просто не может можете его не взорвать до конца потом попасть к нему на корабль он будет весь открыт щиты будут сняты и продолжить бой в невесомости если это в космосе с этим игроком убить его вот и как бы остается только добавить возможность ремонтировать корабль через вот это вот до инженеру этого еще нет но это будет то есть вы берете корабльный абордаж зачищаете от местного населения ремонтируете и потом я так понимаю будет продажа кораблей или же можно будет использовать его в своих интересах уже сейчас половина механики есть даже большая часть так ну что погнали дальше летные характеристики но теперь летные испытания миск фрилансера это не истребители он нифига не маневренный это корабль размером 38 метров в длину это мультифункционал и ждать от него каких-то супер маневренных способностей не стоит нажимаем на и запускаем двигателя нажимаем на пробел у нас происходит вертикальный стрейф вверх левый control вертикальный стрейф вниз он же посадка и взлет пробел взлет левый control посадка нажимаем n убираем шасси или же опоры у кого как у меня опоры и проверяем левый правый крен кнопка q левый крен видите как он медленно такая неваляшка правый крен на е атмосфере деймара у нас и сопротивление газов да также гравитация небольшая и так далее в космосе естественно все это происходит быстрее ну показывать это смысла нет также у нас есть левый стрейф достаточно бодренько пошел влево но когда я пытаюсь гасить левую инерцию на правую происходит это очень медленно и как бы трастеры мои не сказать бы что мощнее у фрилансера видите как долго я гасил левый что стрейф чтобы перейти на правый стрейф то же самое в другую сторону то есть трастеры у фрилансера такие себе в бою в космосе против неписей пойдет нажимаем круиз-контроль кнопка c колесико на максималку shift удерживаем буст и пытаемся разогнаться до максимума в атмосфере деймара хотя давайте сразу проверим тормоза достаточно быстро уже разогнались тормозим выключаем стрейф то есть круиз-контроль и шифтом тормозим я не разогнался даже до 500 торможение среднее ребята до 400 метров в секунду разгоняемся над деймаром в атмосфере планеты и спутника 406 407 весь шифт уже у нас весь буст исчерпался в принципе разгон над поверхностью планеты спутников с небольшой гравитации у него неплохой но опять же это не боевой корабль у него нет сверх маневренных каких-то способностей нет сверх маневренных каких-то разворотов можете посмотреть очень тяжело он разворачивается на больших скоростях против легких истребителей средних и даже тяжелых миск фрилансера длиной 38 метров практически никак себя не показывает в разворотах как говорится в стартитизм кто первый развернулся тот как бы имеет шанс нанести сокрушительный урон на следующем заходе как рыцари да на пиках сражаются там на конях разъезжаются потом съезжаются примерно так же выглядит в бой в стартитизм поэтому опять же повторюсь рассматривать фрилансер как боевой корабль не следует но он что-то может против неписей в некоторых условиях на низких средних уровнях баунти хантинга или миссиях вона вы сможете что-то делать об этом поговорим в этом же видео чуть дальше аналогично с катласом у фрилансера есть проблема отбитого левого или правого двигателя если я не имею допустим правый двигатель данном примере нажимаю вперед и пытаюсь набрать скорость меня начинает вращать на месте то есть если это случилось в бою то считаете вы труп уже по сути вы ничего не сделаете единственное спасение навестись на какую-то точку скалиброваться и выполнить прыжок если у вас получится но опять же на больших скоростях космосе у вас будет вращать это уже я показывал в обзоре по катласу да вы можете это посмотреть то есть одинаковая у нас проблема в бою что у фрилансера что у катласа вот я пытаюсь разгоняться но при этом я постоянно стараюсь стягивать кнопками корабль в левую сторону использую shift boost меня начинает шку мотать потому что нет у меня двигателя 1 имейте в виду что есть такая проблема у фрилансера как и у катласа в грузовой отсек миск фрилансера вмещается майнинговый автомобиль грейка трог в катлас black он также вмещается в линию в катласе их можно поставить два штуки во фрилансер разместить три штуки но это особого значения не имеет и там и там функция одна из функций майнинга имеет место быть вот сверху справа смотрите выскочила подсказка на видео катлас плюс грейка трог как новичку со старта можно зарабатывать неплохие деньги играя в первый же день все виды левитирующих мотоциклов будь то dragonfly двухместный хавер квад или ног слегка размещаются в грузовом отсеке миск фрилансера а также катлас блэка все левитирующие мотоциклы имеют регулируемую подвеску на левый control вы опускаете мотоцикл на пробел вы его поднимаете для погрузки в любую технику нужно опустить на левый control технику на максимум выкрутить мощность на минимум и потом пытаться его только размещать внутри грузового отсека dragonfly двухместный мотоцикл который можно использовать для эвакуации вашего товарища из тюрьмы на обердине клэшер между клэшером и бартоном с того места где мы сейчас выдвигаемся к тюрьме 10 километров бартон безопасная нейтральная зона где вам разрешено находиться и краем статно вас не вешают отсюда вам можно призывать с последнего обновления даже маленькую технику летающую такие как гоночные корабли m50 рейзор или же пиццесс очень удобно после побега призывать свой кораблик и свалить отсюда подальше использовать урсу можно при побеге там квестик новый в тюрьме добавился у нас но как бы сейчас не все гладко бывает бывает что урсы не спавнятся и на выручку может прийти товарищ ваш вот на таком вот dragonfly и спрятаться за текстурами каких-то построек возле тюрьмы там их достаточно так чтобы турели по вам не попадали все виды внедорожников циклон прекрасно размещаются внутри обычного фрилансера так как и в катлас блэке однако урса ровер баллиста спартан и танк нова конечно же сюда не войдут однако если использовать фрилансер макс то урсу ровер разместить уже можно теперь обсудим грузовые возможности миск фрилансера у него 66 ссу сейчас по полной его закупим затарим и посмотрим как это все будет выглядеть внутри так подходим к терминалу для закупки товаров на какой нибудь станции какого-нибудь спутника выбираем так кстати менюшки обновились все для торговли стали более удобные выбираем свой миск фрилансер нас стоит вкладка buy целых если продать хотим buy это если купить купим что-нибудь дешевенькая давайте отойдем подальше чтобы экран не закрывать пример у нас в наличии вас самый дешевый но у него только 6 а вот 66 у вас да есть это ровненько на мой фрилансер слушайте как хорошо да чтобы не тратить много денег максимум закупаем вот этого дешевого ресурса беспонтового на 66 ссу buy на 66 альфа уеков он вообще одинокий уек стоит confirm мне чисто для демонстрации отцепт все и теперь пойдем посмотрим как это все выглядит и следует пару слов сказать мне про майнинг касательно катласа и фрилансера у фрилансера 66 ссу катласа 46 если мы используем проспектор для майнинга допустим квантаниума в космосе мы помним проспектора 32 ссу забиваемся квантаниумом допустим на 30 ссу остальное инертные материалы плюс минус пускай будет 32 ходки на проспекторы вы ставите на переработки на специальных заводах по 30 ссу это одна охотка и 2 охотка еще 30 ссу две очереди на переработку так вот у фрилансера 66 ссу вы сможете забрать за раз все что переработалось после майнинга на проспекторы все 60 ссу полететь и продать в каком-то городе у катласа 46 ссу вы сразу все забрать не сможете то что переработано после майнинга проспекторы две очереди то есть еще один маленький бонусик маленький плюсик фрилансера по отношению к атласу вот так вот у нас выглядит размещение груза справа можно пройти ребята проходим справа слева тут пройти почему-то до конца нельзя возможно мешает эта балка но это неважно дальше еще одно помещение ребята у нас с этими грузами здесь также размещены 12 ящиков и сверху шлюз помним да это стыковочное место то есть все ящики размещены достаточно удобно ходить есть где ну даже если вы блокируете свой шлюз какой-то техникой или же грузом и не можете пройти то не забываем что в отличие от катласа у фрилансера есть еще дополнительный вход здесь про это мы уже говорили ну вот используя мультитул с трактор бим насадкой я могу выйдя из пв зоны соответственно достать его и использовать в пвп зоне то есть в остальном мире для того чтобы взять один из суд примеру ящик со своего груза и выбросить его на землю перегрузить в другой корабль или же если я пират кого-то уничтожил все эти ящики рассыпались но не все рассыпется только какое-то определенное количество это рендом или может быть уничтожено все в дополнение 318 которое было недавно нам добавили грузовую сетку рефакторинг грузов добавили да и теперь мы можем свои грузы не потерять окончательно после кораблекрушения даже иметь возможность прилететь и что-то забрать сейчас мы взорвем наш корабль на само уничтожение посмотрим как это будет выглядеть есть определенный рендом груз может рассыпаться по планете может быть полностью уничтожен и какая-то часть его может остаться вот в космосе все естественно и влетает в космос и надо вас космоса собирать уже в будущих обновлениях мультитулами мы можем снимать пушки с кораблей сейчас пока этого нет допустим с какого-то чужого корабля если он получил мягкую смерть он уже все без щитов стоит мертвые но еще целый с него можно мультитул он будет брать какие-то оборудование кулера щиты снимать quantum drive и да вот это оборудование пушки и переставлять на свой корабль если она конечно подходит или же просто грузить на свой корабль и дальше лететь это все продавать это неплохие деньги ну это вот вот будет в 319 по моему уже скоро свой груз естественно мы можем разместить на грузовой сетке обратно это я демонстрирую вот еще один могу снять уже добавили в игру нас сальваж вы знаете и вот это вот механика когда один игрок берет ящики на реклеймере или на валт на вал туре после сальважа там нужно снимать съем делать как говорится и один человек съем делает 2 сальважит или несколько человек делают съем если вы в реклеймере и там несколько человек разных пушках сальважит как бы тоже групповое командное дойдет сальваж в общем они привязали к этому механику вот пойдемте взрывать все это дело посмотрим как эти ящики рассыпятся или не рассыпятся какой рендом сработает сколько уцелеет удерживаем кнопку r убираем то что у нас в руках неважно мульти тулы медицинские тулы или же это оружие удержим такое просто нужно зажать бэкскейп если вы сидите за штурвалом корабля нужно зашать бэкскейп и включится таймер у разных кораблей таймеры разные из некоторых даже можете не успеть выбежать из фрилансера выбегать я успеваю зажимаем бэкскейп теперь зажимаем y пошел тайминг и сломя голову мы валим отсюда главное чтобы все двери перед нами открывались исправно помним с левой стороны у нас есть проход выпрыгиваем убегаем далеко-далеко я думаю такого расстояния будет достаточно чтобы нас не убило взрывной волной сейчас будет взрыв времени очень много чтобы выйти из фрилансера все корабль уничтожен и смотрим что у нас произошло с нашими ящиками видите некоторые уже там вывалились через днище вниз корабль можно зайти его текстурки будут лежать очень долго потому что у нас система постоянства добавилась в игру одновременно засирается сервера всяким непонятным но как бы они все это пилят переделывают чтобы определенные моменты ненужные вещи пропадали и осколки от кораблей как бы текстуры все остальное видите наш груз частично уцелел я бы сказал даже на 50 процентов уцелел вот он здесь вывалился я его могу вытаскивать то что не прижата кораблем в принципе вот это могу в принципе все эти обломки они ребята очень легко разбрасываются даже ветром от ваших двигателей вашего корабля или же можно носом подпереть отбросить все эти куски отбрасываются легко механика очень интересно если вы увидели кораблекрушение или же хотите залутать своего подбитого оппонента забрать с него груз то все эти текстуры можно разбросать или ветром или же кораблем распихать конечно мультитулом пока мы не можем тяжелые штуки отбрасывать но уже такие мультитулы делаются уже будут корабли которые способны иметь более мощный тягловый луч и перемещать другие корабли уже корабль разрабатывается это же ближайших обновлениях все это будет короче вот такой вот смысл ребята вы все поняли да становится у нас песочница песочницей также в этом обзоре по фрилансеру решил сразу показать маленькие моментики как пользоваться мультитулом с трактор бим насадкой левой кнопкой мыши зажимаем поднимаем захватываем какой-то предмет колесиком мыши вперед-назад мы регулируем это расстояние можно до такой степени отдалить луч что как бы произойдет сбой и ящик сам по себе отвалится до или какой-то предмет смотрите желтая предупреждение предупреждение красное все как только загорелась гора красная у вас ящик сам отцепится но это я показал вам расстояние на которой мультитул может закидывать предметы как еще можно управлять тем что вы держите удерживайте кнопку r английскую и мышкой смотрите что происходит просто я двигаю мышкой по круговой вперед назад вниз вверх при этом я удерживаю кнопку r если мне нужно выбрать правильную ось для размещения груза я использую кнопку для призыва миск фрилансер после его уничтожения или просто переклейм или на другую станцию нужно подождать в среднем около десяти минут ну если у вас есть лишние там тысячи три две с половиной можно выждать только вот эти вот две с половиной минуты грубо говоря три минуты и после истечения этого времени прожать pay expedited fee и заплатив там две две с половиной тысячи призвать грубо говоря за три минуты но теперь тактика технические характеристики миск фрилансера на сайте r cool.game ссылка на него в описании под этим видео под любым обзором и гайдом по star citizen тоже есть ссылка на этот сайт очень рекомендую новичкам полный фит кораблей много другой информации вот погнали ищем в списке у нас здесь фрилансер будем сравнивать сразу с катлас black как я и обещал в начале видео вот катлас black сразу смотрим в списке у нас фрилансер это транспортер и медиум fighter катлас black это мульти роль медиум fighter ну да транспортер потому что фрилансер немножко больше техники возит но это как бы не роляет ставим на массу там вода лишняя информация вот с массы начнем погнали фрилансер у нас весит и двести тридцать одну тысячу килограмм в общем 231 тонна с копейками у нас фрилансер и двести сорок шесть катлас то есть катлас у нас еще и тяжелее понимаете но все равно немножко маневренней то что трастеры и движки у него походу посерьезнее это чувствуется в бою вот дальше у нас карга 66 у фрилансера у катлас black 46 поэтому уже говорили на двадцатку большего фрилансера это плюс большое преимущество едем дальше здоровье здоровье важный параметр хп до 30 тысяч 200 у фрилансера и 32 тысячи 120 у катласа катлас немножко прочнее в этой характеристики вот максимальная скорость без буста до без шифта у фрилансера 154 метра в секунду у катлас black 165 и плюс максималка у катласа 1114 у фрилансера 1500 то есть ну как бы на 110 метров в секунду катлас быстрее а скорость 1000 это вообще ни о чем любой истребитель вас догонит даже 1114 этого мало чтобы уйти от среднего тяжелого легкого истребителя но как не как бы времени у вас больше если вы в отрыв ушли сразу пока вас нагонят все-таки катласа больше шансов вырваться и совершить квантовый прыжок чем у фрилансера вот как бы в этом плане маневренность скорость ухода немножечко боевочка катлас будет чуть-чуть более гибкий вот ну дальше здесь информация не о чем давайте смещаемся вот сюда на топливные баки и остальную информацию важную так у фрилансера топливный бак на гидроген 360 тысяч у катлас black 360 одинаковые баки на гидроген на quantum drive 2500 у фрилансера 2500 на квантовые прыжки одинаково система счетов фронт бэк у катлас black а фронт бэк то есть щит спереди щит сзади самые крутые это когда квадрантная система как вот здесь у constellation допустим щит спереди сзади слева справа у вас получается на фронт бэк ах сносится передний щит пол корабля открывается сносится задний щит открывается жопа и половина от жопы как бы так вот ну как бы это не бойцы уже который раз я это повторяю фрилансер имеет 52 процента бонуса от физических повреждений у корпуса раньше было 5 15 процентов 10 это не это переработали сейчас и по ходу корабли кораблики стали чуть прочнее но чувствуется в бою и вот это вот как бы характеристика но у всех плюс-минус 50 ну кого-то минус 10 но это что-то но это циклон это как бы наземная техника у кораблей в примерно в этом диапазоне у катласа получше 58 процентов то есть 6 процентов бонуса у катласа корпуса чем у free фрилансера едем дальше смещаемся вот сюда сигнатуру нет смысла вообще обсуждать у этих кораблей нет у них никаких особых бонусов это мы пропускаем и выходим на последний фрилансер у нас стоит миллион шестьсот девяносто семь где купить дальше покажу и сколько как и или арендовать катлас black стоит миллион триста восемьдесят пять то есть ну грубо говоря 300 с копейками тысяч разница давайте уедем дальше заходим конкретно уже системы корабля смещаемся влево загружаем фрилансер где наш фрилансер вот он лот и загружаем наш катлас black и здесь мы наблюдаем давайте откроем фрилансер на весь экран у фрилансера идут две турели как бы от пилота до пятого размера как бы своего рода гимбалы и на них можно ставить пушки третьего размера на каждую турель по две штуки допустим я поставил тарантулы по стоку стоят там у нас м5 пушки энергетические сейчас их протестируем на мустанге по скорострельности чуть дальше вообще поставил тарантулы баллистические в них были всего будут сегодня опыты боевые да вот как бы эта система позволяет нам использовать кнопку же и включать гимбалы автоподводка автоподводку на тарантулах я сегодня покажу это уже как бы каждое дело лично каждого использовать или нет в отличие от катласа у которого тоже можно поставить четыре пушки третьего размера от пилота как и здесь получается да где наш катлас вот он также можно установить но это не гимбальные соединения это будет фикс вот наша тарантула она ставится фиксом фиксированная нет возможности нажать на кнопку же и использовать автоподводку но честно говоря не сильно я этим и пользуюсь и не знаю как бы если скорострельные какие-то пушки ставить по мелким целям туда как бы есть вероятность что будете больше попадать если что-то такое среднего темпа стрельбы то не особо то лучше самому целиться ну это как мое мнение каждого по-своему получается вот видите оставлю тарантул третьего размера если я тоже хочу гимбалы поставить автоподводку то и мне только придется уже на уровень ниже ставить второго размера вот как здесь видите на гимбальном соединении стоит пушка второго размера то есть вот так это работает у катласа будем считать это за минус хорошо у фрилансера возможность есть и гимбал и стационар турель у нас одна две пушки третьего размера катласа но тут уже можно сравнить с фрилансером тут две пушки второго размера то есть турель у фрилансера послабее чем у катласа это да это фрилансеру минус количество ракету фрилансера можно на подвесках четвертых размеров устанавливать как вам удобно допустим можно поставить на 481 подвески 8 ракет первого размера то есть если мы это сделаем везде то у нас фрилансер будет нести 32 ракеты 8888 однако катлас тут тоже переплюнул фрилансер в плане несения ракет здесь у нас получается 48 ракет насколько я помню 1 2 3 4 5 6 6 на 8 48 да то есть ракет на 16 штук больше может нести если первого размера естественно вы можете максимальная подвеска которую несет катлас или фрилансер 4 размер то есть вы можете здесь уже моделировать до четвертых размеров ракет если ставите 414 подвески вы можете ставить одну ракету четвертого размера допустим не знаю раптора у вас будет на этой подвеске 1 ракета четвертого размера или же можете на эту подвеску в этом месте поставить на другую подвеску 8 ракет первого размера это уже решать каждому я люблю когда единичек первого размера вы есть побольше они быстро перезаряжаются они быстро летают от них сложнее уйти но для крупных целях конечно лучше что-то покрупнее потому что для них это как комариные укусы едем дальше у нас тут щиты вот тут тоже сравнение фрилансера у нас у катласа видите один щит и на 9000 второго размера у фрилансера два щита тоже плюсик нихеровый два щита 9 размера корабли примерно одинаковых размеров там разница в один метр по длине по моему катлас покороче вот но щиты вот посерьезнее на 2000 хп меньше у фрилансера но это не такая же большая проблема лучше иметь дополнительный второй щит то есть он чуть-чуть покрепче будет ну количество генераторов один и там и там кулера один один и там и там здесь вы можете выбирать что вы хотите себе военные от индустриальные цивилин это все как бы я уже бы обозревал в другом видео здесь если разобраться хотите и quantum drive двигателя ставите зависимости от того что вам нужно быстро летать и не экономить или же экономно летать и медленно будете передвигаться в квантовых прыжках вот такие вот качели теперь вернемся к пушкам по стоку у нас м5 стоят давайте сейчас посмотрим как разберется мустанг ну а теперь на наш фрилансер я поставил четыре пушки третьего размера баллистические тарантулы вместо м5 энергетических эти естественно кусаются больнее на у них конечный боекомплект и нужно перезаряжаться в отличие от энергетических вооружений дпс две с половиной тысячи это без турели но турельщика я тестирую как соло игрок правильно как нас большинство и есть вот но у нас есть гимбал и да помним поэтому давайте следующем бою против валькирии серьезного противника включим на кнопку уже гимбал и посмотрим как тарантулы будет разбирать валькирию и следом проведем еще один тест без кнопки же без гимбалов выключим автоподводку смотрим о о о о о о Продолжение следует... Вот наша цель. Захватываем ее. Я не вижу, что за цель. Нажимаем меню. Включаем. Таргет. Валькирия. Тормозим. Шифтом. Если выключить круиз-контроль и зажать шифт левый, у вас пойдет быстрое торможение. Это мирная цель. Миссия Вона. Если подлететь ближе, он должен был увидеть, что мне криминальный статус и напасть. Но он почему-то этого пока не делает. Возможно, это связано с работой сервера. Обычно они уже красненькие и нападают. Подлетаем ближе. Я не буду использовать ракеты. У меня установлены четыре баллистические пушки, баллистические, третьего уровня, тарантулы. И я буду просто через наведение на кнопку Т вести огонь и управлять боем без автонаведения. Как умею. Подлетаем на 1400, потому что с 1400 они начинают у нас работать. Заставляем проснуться Валькирию. Да, говорит. Включаем круиз-контроль на маленькой скорости. Закручиваемся вправо. H, J, H. Контр-меры против ракет. И накидываем нашему уважаемому. Нашей уважаемой Валькирии. Немножко назад нажимаем, чтобы отдалиться. Притормозить. Слишком близко нам не надо. Можно немножко ускориться. Кстати, здесь, видите, состояние моего корабля, ребята, не включено. Тоже неудобно. Включил свой корабль. Система у меня еще в порядке. Щиты не просажены. Опять в меня стреляют ракетами. J, H, H, J. Ну, корабль большой. Поэтому попадание по мне есть. Это не истребители. Попадать по вам будут и ракетами, и пушками. Включаем круиз-контроль. Пытаемся закручиваться. На истребителе закручиваться реально. На таких кораблях, как Катлас и Фрилансер, это делать тяжело. Но, как вы можете наблюдать, четыре тарантулы баллистические прекрасно отработали. Я уничтожил Валькирию. До этого я показывал, как это с геймбалами делать. И попадания были хреновые. Было это в атмосфере деймера. Поэтому вам решать, вам самим испытывать, как вам лучше с геймбалами или без. Ну, и на этом, мои дорогие зрители, я буду заканчивать обзор по Миск Фрилансер. Если я что-то упустил, пожалуйста, дополняйте меня в комментариях под этим видео. Также в описании под этим видео есть моя реферальная ссылка, которая приведет вас на официальный сайт robertspaceindustries.com, где вы сможете зарегистрироваться, приобрести игру и получить себе на аккаунт 5000 игровых бонусов, а также мою поддержку в вопросах по игре. Связаться со мной можно через мой дискорд, ссылочка в описании. Там много людей, можно позадавать вопросы в разных каналах или же мне в личку написать. Также можно в комментариях под любым видео по Star Citizen, в том числе и поэтому, также мне написать, задать вопрос касательно этой замечательной игры. И также в описании под видео ссылочка на нашу корпорацию. Прожимая ссылочку, попадаешь на официальный сайт, нажимаешь добавиться, нашу корпорацию, Free Citizens называется, и я тебя потом добавляю. Подтверждаю. И все. А на этом буду заканчивать. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok